Всем привет! И снова продолжаем изучать возможности нашего прибора NanoVNA. И в данном ролике я хочу рассказать, как с помощью данного прибора можно измерить, проанализировать полосовые диапазонные фильтры. Для этого я подготовил такой простенький макет двухконтурного фильтра. Схема этого фильтра перед вами. И вот, собственно, с помощью этого макета мы сейчас будем производить измерения и анализ данного фильтра, как он работает. И посмотрим взаимозависимые параметры. То есть мы будем регулировать вот этих два контура, будем регулировать подстроечные конденсаторы. И посмотрим приблизительно, как у нас меняются параметры в соответствии с регулировочными установками. Если вы внимательно посмотрели схему этого фильтра, то вы, конечно же, заметили, что входное и выходное сопротивление данного фильтра равно 50 Ом. Почему я выбрал именно такой расчет и такие расчетные сопротивления входные и выходные? Потому как вход и выход прибора Nano VNA у нас тоже 50 Ом. И чтобы сильно не заморачиваться с резисторами, с нагрузками и прочее, прочее, я выбрал простейший вариант для демонстрации, который нам вполне подходит. И здесь мы в чистом виде будем наблюдать картинку, которая вполне будет соответствовать расчетным данным. Фильтр рассчитывался на среднюю частоту 40-метрового диапазона 7 и 100 МГц. По поводу настройки Nano VNA для подобных измерений, здесь, в общем-то, все просто. Если вы помните из ролика измерения кварцевого фильтра, там я уже показывал, какие установки нужно сделать на самом приборчике. То есть нам достаточно выбирать центральную частоту фильтра и, соответственно, полосу фильтра. Как это сделать, вы уже знаете и в предыдущем ролике я вам уже показывал. Ссылочка на этот ролик будет выше. Ну а кто уже проводил какие-то измерения, допустим, кварцевого фильтра, у того уже должен быть сохраненный пресет. Собственно, вы можете открыть вот этот вот ваш сохраненный пресет. Там у вас будут две трассы, допустим, диаграмма Смита и логарифмическая трасса с логарифмическим режимом. Вы можете просто-напросто там изменить полоску, центральную частоту и полосу. И все. И в принципе у вас прибор готов к измерению полосовых фильтров. Поэтому я и провожу аналогию с кварцевым фильтром, потому как здесь принцип совершенно тот же самый. Те же самые установки, все абсолютно то же самое. Единственный момент, который хотелось бы дополнить. Калибровку прибора нужно осуществлять непосредственно с вот этими вот кабелями, которые будут подключаться к нашему ДПФ, к нашему фильтру. Так как вот эти кабеля, они также имеют определенную длину, определенную емкость и могут вносить, соответственно, в наши измерения определенные искажения. Поэтому калибруем обычным образом, калибруем с кабелечками и получаем качественный результат. Далее всю демонстрацию регулировок и настроек, а также измерений, я буду проводить на компьютере с помощью программы NanoVNA Saver. Я думаю, так будет просто нагляднее и понятнее. Итак, открываем нашу программку NanoVNA Saver. Делаем в ней необходимые настройки. Ну, настройки здесь, в общем-то, какие. Заходим в Display Setup. Выставляем наши графики, которые нам нужны. Это нам нужен S21JN, один график, и S11 диаграмма Smith. Вот мы их выставили. Далее, можно, конечно, выставить цвета графиков. Вот здесь вот они выставляются в этой секции. У меня зеленый. Здесь можно выставить цветовую гамму маркеров. Вот, собственно, что тут еще. SWIP режим можно выставить. У меня вот этот выставлен. SWIP режим непрерывный. Для чего я выставляю именно непрерывный SWIP режим. Потому как, если я буду регулировать сейчас контура, подстроечные конденсаторы, я должен в интерактивном режиме видеть, что у меня происходит с моей АЧХ. Итак, все необходимые настройки мы сделали. Получили графики. Вывели графики с прибора. А теперь посмотрите, какое интересное сходство на наших графиках. Относительно расчетного. То есть, вот наша схема, которую я вам уже показывал. И вот он, наш график расчетный данного фильтра. Очень даже интересно. Очень даже правдоподобно. Теперь наша задача посмотреть параметры этого фильтра. Насколько мы попали в параметры относительно расчетов. То есть, по графику мы, расчетному графику мы видим, что у нас, допустим, вот где-то 6,9 МГц. Нижний скат, да. И начинается полоска 6,9 МГц. И ведем его дальше. И заканчивается 7,6. Грубо говоря, так. По уровню, пускай там, допустим, меньше, чем минус 3 дБ. Ну, где-то так. Вот видим 7,6. А теперь посмотрим, что у нас получается в реалии. Но это уже настроенный контур. Здесь я уже покрутил контура, покрутил конденсатор. Это я уже настроил. И подвел этот график уже к реальным расчетным данным. Итак, смотрим, что получается на нашем расчет, вернее, на нашем реальном графике. В первую очередь, что хочется сказать. Чтобы посмотреть наши параметры АЧХ, мы обычно что? Проставляем маркеры в некоторых точках, да. Допустим, которые нас интересуют. Это нижний скат по уровню минус 3 дБ. Это средняя частота. И это, соответственно, задний скат. Верхний скат его еще называют. Также по уровню минус 3 дБ. Да. Все это мы расставили. Здесь мы посмотрели. Значит, первый маркер у нас красный. Да. Мы видим, что по уровню минус 3 дБ. Где-то у нас 6,3 мегерца частота. И, соответственно, смотрим синий маркер. Вот он. 8 мегерц. Да. И, кстати, мы видим по диаграмме Смита на средней частоте. Это 7,100 мегагерц. Вот смотрим желтый маркер. Вот он. Мы видим импеданс. Импеданс где-то 66 Ом. На остальных частотах импеданс колеблется где-то от 40 до максимум 66, там 67. Ну, собственно, в пределах, в границах, можно сказать, в расчетах. С некоторой погрешностью. Ну, все это вполне неплохо. И все это нас устраивает. Потому как в реальной конструкции, так же, как и относительно кварцевого фильтра, там картинка будет меняться довольно резко. И не в лучшую сторону. Вот. Поэтому пока нас эти параметры, в принципе, устраивают. Хочется сказать, что в этой программе еще есть одна очень замечательная функция, которая, в общем-то, появилась и в более ранних версиях. Ну, в данном случае используется NanoVNA Saver 2. Вот. Это функция автоанализ, я бы так сказал. Вот эта клавиша. Для чего она? Ну, допустим, мы вот расставляем наши маркеры. Там в каких-то точках. Вот, допустим, один маркер поставили. Там другой. Неважно. Просто вот набросали их. Хоть бы как. То есть, мы знаем, что у нас есть три маркера. Но расставлять их точно, выставлять по уровню там 3 дБ, минус 3 дБ. Ну, это долго, да. Есть функция, замечательно. Вот, открываем. Выбираем вид фильтра. У нас диапазонный полосовой фильтр. Здесь много вариантов. Выбрали. И нажимаем Run Analyze. То есть, начать анализ. И вот эта функция нам автоматически расставляет наши маркера по уровню минус 3 дБ. И высчитывает нашу АЧХ по уровню минус 6 дБ. Ну, в данном случае нас интересует вот этот блок по уровню минус 3 дБ и минус 6 дБ. И вот, что здесь мы видим. Мы видим автоматически выставленную по оптималу среднюю частоту 7,99 МГц. Мы видим полосу пропускания нашего фильтра по уровню минус 3 дБ. Вот 1,7 МГц. Многовато, конечно, да. Согласен. Но фильтр наш тоже, скажем так, не из лучших. Что схема техника и что, собственно, и его построение. Поэтому 1,7. Да. Есть над чем работать. Но это макетный фильтр. И видим, соответственно, нашу полоску по уровню минус 6 дБ. 2,3 МГц. Тоже, конечно, многовато. Но, в данном случае мы можем сказать, что этот фильтр вполне себе пойдет для любого там любительского приемника, приемника наблюдателя и так далее. В общем-то, неплохой будет фильтр. Ну, а сейчас давайте попробуем расстроить наш фильтр и понаблюдаем, какие параметры будут уплывать. Так как параметры, допустим, у нас все взаимозависимые. То есть будем мы настраивать, допустим, контур крутить, сердечник или же конденсатор будем крутить подстроечный. У нас будут уплывать и сопротивление входное, выходное будет меняться. Соответственно, АЧХ будет меняться, полоса будет меняться. И все эти параметры, они взаимозависимые. Итак, ставим в постоянный режим свипирования непрерывный. И смотрим. Вот на данный момент я сейчас вращаю сердечник катушки. Вот смотрите, я провернул буквально на полоборота, на полоборота сердечник, куда у нас убежало сопротивление. Вот вращаю дальше. Видите, да? Как меняется сопротивление и, кстати, как меняется полоска. Вот я вращаю сейчас сердечник. Это вот приблизительно сейчас полный оборот я сделал. Видите, да? Как влияют параметры. И, собственно, вот наши маркеры стоят. И даже по вот этим вот значениям, по вот этим показаниям, мы уже можем наблюдать, как у нас изменяются параметры нашей АЧХ. Так, вращаю вторую катушечку. Смотрите, что происходит. Дальше. Так же само у нас меняется сопротивление. То оно практически идеальное вот у нас, да? Но уходит частота и наша АЧХ смещается. Вот. То оно, в общем-то, уходит в индуктивную часть, наше сопротивление. То есть, с положительной реактивкой, да, мы видим. Ну и, соответственно, уходит в отрицательную область. В емкостную составляющую реактивную, да? Вот. То есть, это я вращаю контура. Теперь поворащаем конденсаторы. Вот, смотрите, что с конденсаторами. Здесь картина еще более резко влияние, то есть, оказывает, да? То есть, вот это вращение конденсаторов достаточно резко сказывается на нашу всю картинку. То есть, АЧХ исказилось, сопротивление уплыло и довольно значительно. То есть, соответственно, можно сделать такой вывод, что в данной схеме, в данном фильтре и при вот такой вот схемотехнике, буквально все регулировочные органы, такие как катушки индуктивности, подстроечные конденсаторы, очень сильно влияют на АЧХ и на входное-выходное сопротивление. Это мы увидели инструментально. И, собственно говоря, бытует такое мнение среди радиолюбителей, что можно настроить полосовые фильтры буквально на слух с помощью одной отвертки. Ну, как вы видите, с помощью одной отвертки можно настроить только весьма-весьма приблизительно и картина будет не самая лучшая. Вот. Работать оно будет, конечно, все оно будет, но работать будет абы как. Поэтому, конечно, полосовые контура лучше настраивать непосредственно вот таким вот инструментальным способом с помощью измерительных приборов. Я думаю, на этом можно закончить. В принципе, я показал все нюансы и тонкости, как проверить и измерить параметры полосового фильтра. Если вдруг возникли какие-то вопросы, что-то кому-то непонятно, ребята, пожалуйста, под видео оставляем комментарии. Я с удовольствием отвечу на любые вопросы. Соответственно, подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч в следующих роликах. Всем пока!